Меня интересует один вопрос. Остались ли еще в России такие наивные люди, которые считают, что власти России действительно все делают для того, чтобы народ жил хорошо? Реально ли власти России считают Америку своим врагом, что Америка на нас нападет, нужно противостоять? У меня тогда вопрос, а почему у всех чиновников дети в Америке? Почему у чиновников бизнес в Америке? Почему у них недвижимость в Америке? И зачем они россиянам говорят, что в Америке так плохо, а сами при этом детей своих в Америку отправляют? Пожалуйста, объясните мне, если я что-то не понимаю. Почему эти кремлеботы кричат, что в России нам рот прожить проще, чем нам рот в Америке? Окей. Мне тут один человек написал, что в Питере мрот 21 тысяча рублей, минус 13%, получается 18700. Хорошо, в Нью-Йорке чистыми на руки 1920, до вычета налогов 2400 долларов. 1920 долларов это 142000 рублей. Мрот, минималка, минимальная плата труда. В Питере это 18700 рублей. Реально ли сравнивать, где проще прожить, в Питере на 18700 или в Нью-Йорке на 142000 рублей? Если хотите сэкономить, то в Нью-Йорке можно студию снять и за 1000 рублей поискать. Я объявления такие видел. Если хотите еще сэкономить, снимите комнату. Можно еще дальше сильнее экономить. Вдвоем с кем-нибудь живите, снимайте. Потому что люди строят отношения. Снять однокомнатную какую-нибудь экономную студию вообще проблем никаких не составит. И это я говорю про жизнь на минималку, на мрот. А люди, как правило, получают больше. Хотя есть те, кто живет на мрот. В принципе, выжить можно и можно даже прожить. Про медицину я уже сто раз говорил, я про это повторять не хочу. И питание в Америке можно питаться бесплатно. Причем здесь даже продукты стоят относительно очень недорого. Скажите, реально, остались ли такие еще наивные люди, которые действительно верят, что в Америке жить намного хуже, чем в России? Есть ли в России такие наивные люди, которые считают, что правительство России делает все, чтобы победить Америку? Делает все, чтобы враг не пришел? Ух, какие хорошие! Так почему правительство России, почему вся российская элита, звезды, держат своих детей в Америке? Почему внуки Сталина, Хрущева живут в Америке? Я не буду называть современных чиновников, я думаю, вы и так все это прекрасно знаете. У кого бизнес, у кого особняки в Америке. Что, остались еще такие наивные люди, которые верят, что в Америке все плохо? Почему чиновники и средства массовой информации в России все кричат, что Америка это враг, Америка загнивает, доллар скоро рухнет? Но при этом у них, у самих, дети, бизнес и недвижимость в США. И деньги они вкладывают в экономику США. Почему россиянам говорят одно, а делают эти люди совершенно другое? Никого это не смущает? И кремлеботы, которые продаются за 15 копеек, их это не смущает? Они сами строят свою жизнь и сами строят свое будущее. Потом, пожалуйста, кремлеботы, не нойте, что у вас на пенсию невозможно прожить. Вы сами сделали такую жизнь в России. Вы сами защищали этот строй. Пока ваши чиновники строят жизнь в Америке. В случае чего они сбегут в Америку. А вы живите в России. Мне, к примеру, приводят, что в России такой хороший отпуск. В России есть больничная, есть медицинская страховка. Вы что, серьезно думаете, что это в России придумали и изобрели? Вы, серьезно думаете, что кто-то в России думает о простых крестьянах? Что они кому-нибудь нужны? Что кому-то нужно, чтобы человек на пенсии жил спокойно и достойно? Серьезно, есть еще такие наивные люди? Можно ли как-то сравнивать американскую и российскую пенсию? Провести аналоги. В России пенсия в регионах примерно 12-17 тысяч рублей. Что можно купить на 17 тысяч рублей в месяц? Эта пенсия считается в Магнитогорске достойной. Никаких субсидий на квартиру нет. Даже если бабушка прописана одна, субсидий на квартиру нет. Попробуйте, проживите в России на 17 тысяч рублей. А ведь хочется и диван потом в будущем поменять, и ремонт хотя бы, обои переклеить, и одежду какую-то купить, и покушать хоть что-то нормальное. Я уж не говорю про то, что хотя бы на море, хотя бы в какой-нибудь Сочи или в Крым съездить. В Америке пенсии совершенно иные. Если у пенсионера пенсия оказалась маленькая, государство ему доплатит, чтобы ему было где жить, поможет снять жилье, варианты есть. То есть пенсионер на улице не останется, даже если у него нет жилья. Если страховка дорогая, у пенсионера она будет бесплатная. Причем в Америке пенсионеру эта страховка покрывает и сиделку, и лекарства абсолютно все полностью, и садик для пенсионеров, и всякие культурные мероприятия. И пенсионерам можно как-то обучаться, что-то новенькое изучать, друг с другом общаться, знакомиться, их еще и кормить будут бесплатно. Я молчу про другие бенефиты, которых просто море, про фудстемпы. Фудстемпы – это не талончики на питание, такие бумажные, про которые люди думают. Нет, фудстемпы – это карточки с деньгами, на которые раз в месяц перечисляются деньги. Причем настолько много денег, что россиянам эта сумма на питание даже не снилась. Мне рассказывали про сумму 450 долларов. Возможно, она варьируется, я не знаю. Но мне рассказывала одна бабушка, ей в месяц перечисляют 450 долларов на еду в Нью-Йорке. Цены на еду я показывал, они примерно похожи. Вы бы хотели в России кушать на 450 долларов в месяц? А здесь, в Нью-Йорке, люди так живут. Везде в Штатах условия разные, поэтому я говорю только про Нью-Йорк. И что, есть все еще наивные люди, которые думают, что в России все делается для россиян, чиновники борются с Америкой, это же враг, это же ух, мы планим ракетами. Да какими ракетами? У всех чиновников дети, семьи, бизнес, недвижимость в Америке, у всех звезд дети уже в Америке, даже у Сталина внучка живет в Америке, у Хручева внучка живет в Америке. Кто с кем борется-то? Россиянам, как в Северной Корее, лапшу на уши вешают, а есть еще люди, которые на это ведутся. И искренне верят, смотрят телевизор. И креми-боты их защищают, продают последние 15 копеек своей души, чтобы хоть как-то там побороть Америку, пока ваши же начальники в Америке покупают дома, бизнес и перевозят туда своих детей. Так если в России все хорошо, почему чиновники не держат своих детей в России? Почему вкладываются в недвижимость в Америке? Почему вкладываются в экономику Америки? Российские же чиновники. Включите историю краха доллара. Есть такой ролик в интернете на YouTube «История краха доллара». Там показывают, как на протяжении 20 лет один и тот же ведущий серьезным видом говорит «Сейчас доллар рухнет. Все, скоро Америке настанет конец. Доллар на последнем издыхании». И об этом говорили 20 лет подряд. Моей маме 75 и в начальной школе говорили, что скоро Америка развалится и доллар скоро рухнет. Моей маме уже 75. Доллар уже 74,5 рубля. Плюс-минус до 80 доходил. Я, когда читаю комментарии кремлеботов, я офигеваю, сколько их стало на моем канале. Я удивляюсь. А этим людям что? Нравится так жить, да? Я понимаю, что работы нет, кремлеботов никуда не берут. Но вот им что? Нравится такое будущее у своих детей? Этим же кремлеботам, которые защищают здесь свою власть, им же жить в этой стране. Не российским чиновникам. У российских чиновников давно уже двойное гражданство. У российских чиновников дети давно уже граждане других стран. Не только Америки. Это вам, кремлеботы, жить в этой стране, которую вы сейчас разваливаете. Потом, пожалуйста, не нойте, что у вас лекарство не помогает. Потому что лекарство у вас наполовину состоит из мела. Не жалуйте, что у вас продукты дорожают, а пенсия маленькая. Вы сами сделали такое будущее своей страны.